Объемы торгов и количество заключенных сделок на белорусской универсальной товарной бирже увеличились на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Около четверти биржевого товарооборота пришлось на экспортные сделки. Наиболее востребованные за рубежом белорусские пиломатериалы, рапсовое масло, молочная продукция, а с недавних пор и свекольный жом. Об экспорте и перспективах развития площадки в интервью с заместителем председателя универсальной товарной биржи Андреем Новиковым. Здравствуйте, Андрей Петрович. Здравствуйте. Спасибо, что согласились на интервью. Поговорим с вами об экспорте. Сегодня он важнейшая составляющая для ВВП. Белорусские сахарные заводы готовы активно сотрудничать с вашей биржей для того, чтобы поставлять свою продукцию за рубеж. На каком этапе сегодня эти переговоры? Сегодня экспорт составляет достаточно большой удельный вес в общем объеме биржевых торгов. Сегодня мы предоставляем нашим клиентам возможность участвовать в биржевых торгах на экспорт по 11 группам сырьевых товаров. Основные из них это пиломатериалы, которые сегодня формируют практически половину экспортного объема биржи. Это все виды сельскохозяйственной продукции, включая молоко, мясо, продукцию переработки масленичных культур. Это изделия из черных и цветных металлов. Это металлолом. Одними из, на наш взгляд, наиболее перспективных позиций для дальнейшего развития экспортных биржевых торгов, это является как сам сахар производства белорусских заводов, так и сопутствующие продукты его производства. Такие как свекловичный жом экспортные торги, например, свекловичным жом, они достаточно четко показали, насколько этот ресурс был недооценен в предыдущие годы. И биржевая котировка на эту продукцию увеличилась за последний месяц на 30%, что, естественно, позволяет получать дополнительную прибыль белорусским производителям. Фьючерсы как на сахар-сырес, так и уже на белый сахар, они торгуются на многих мировых биржах сегодня. И инструментарий, который создан сегодня на Белорусской универсальной товарной бирже, он позволяет продавать на экспорт белорусский сахар как по коротким спотовым контрактам, так и заключать долгосрочные форвардные контракты, либо по фиксированным ценам, либо в привязке к международным котировкам. Сегодня на бирже начали активно продаваться маски отечественного производства. Подскажите, пожалуйста, есть ли спрос? Сейчас достаточно высокий спрос на эти товары и на бирже достаточно активно заключаются сделки, в частности, по продаже масок. За 9 месяцев этого года через Белорусскую универсальную товарную биржу уже продано порядка 160 тысяч единиц одноразовых масок. Вскоре на бирже появится новая позиция, льноволокно. Подскажите, пожалуйста, какие страны уже готовы покупать эту продукцию? Льноволокно, как короткое, так и длинное, оно также может являться биржевым товаром. Сегодня у нас в системе присутствуют заявки на продажу белорусского льна, но эта позиция для нас достаточно новая. Мы активно начали ее прорабатывать порядка трех недель назад. И сейчас пытаемся установить контакты, определить для себя перечень компаний, которые могут быть потенциально заинтересованы в белорусском льне, для того, чтобы попробовать эффективно организовать экспортные торги этим сырьем на нашей бирже. Мы в основном работаем с традиционными нашими партнерами из прибалтийских стран Польши и других стран Центральной Европы. Пару слов о том, как сегодня работает биржа, какие позиции продаются лучше всего, на какие вовсе снизился спрос. Сегодня белорусская универсальная товарная биржа смогла пусть и незначительно, но все-таки прирасти как по объему торгов, так и по количеству заключенных сделок. И сегодня, если сравнивать объемы текущие с объемами аналогичного периода прошлого года, то у нас наблюдается рост порядка трех-пяти процентов. Мы наблюдаем отдельное падение цен на основные наши сырьевые позиции, которые у нас торгуются. Ну, самое существенное – это белорусские пиломатериалы. На них цена в евро сегодня немного снизилась. Также мы наблюдаем снижение цен на металлопродукцию. Ну, здесь это снижение цен имеет обратный эффект. Белорусские предприятия имеют возможность закупать в основном импортируемую продукцию по более дешевой цене. И остальные котировки, если говорить о сельскохозяйственной продукции, они, в принципе, находятся на уровне прошлого года. Ну, и здесь пример, который сегодня у всех на слуху. Это, в первую очередь, средства защиты растений, ветеринарные препараты и семена для посева. Сегодня мы проводим торговые сессии по каждой из этих позиций на еженедельной основе. И каждая из них наполнена заявками и на покупку, и на продажу. И в результате мы имеем снижение цены для белорусских сельскохозяйственных компаний от 5 до 37%. Какие инновации сегодня готова предложить биржа для того, чтобы наращивать экспорт белорусской продукции? Если в предыдущие годы практически все лоты по экспортным позициям, они выставлялись на базисе поставки ФСА, что предполагало самостоятельный вывоз покупателям продукции непосредственно на территории белорусского завода-производителя, то сегодня у нас постоянно растет удельный вес лотов, которые выставляются на различных базисах поставки. Что это дает покупателю? Это дает ему возможность выбрать, на каких условиях ему лучше всего приобрести белорусскую продукцию. С непосредственно завода-производителя, либо купить ее уже на погран-переходе, либо с оформленной и законтрактованной логистикой, например, в основные порты. Андрей Петрович, спасибо вам большое за интервью. До новых встреч.